Слушайте, ну я думаю, что этот вопрос должен быть адресом все-таки не мне, как автору данного видео, а законотворцам. Могу сказать только одно, то что сам процесс населения окопосов является очень сложным и длительным сразу из-за нескольких факторов, связанных с законодательством, правами человека, социальными аспектами и так далее. Ну вот смотрите, согласно испанскому законодательству, выселение людей из жилья, даже если его незаконно занимают, должно происходить только по решению суда. Это связано с защитой прав на жилье и процедурными гарантиями, которые будут, в конце концов, гарантировать, что выселение осуществляется законно и справедливо. Полицейские не имеют, точнее, права самостоятельно выселять кого-либо без существующего судебного решения. Потом сам судебный процесс. Сам судебный процесс необходим для того, чтобы обеспечить соблюдение всех законных процедур и прав всех сторон. Это включает в себя и проверку законности претензий собственника, и обстоятельств, при которых данное жилье было занято. Суд должен убедиться, что не нарушаются права ни собственника, ни людей, которые занимают это жилье. Вот скажите, откуда полицейский может знать, что данное жилье занимают незаконно? А может, это просто таким образом хозяин квартиру хочет выселить квартирантов, потому что у него есть более интересное предложение от других людей. Вы согласитесь, да? Потом дальше. Еще один аспект. В Испании существует значительное число людей, которые просто в силу тех или иных обстоятельств не могут позволить себе жилье. А купасы часто занимают именно пустующие дома и квартиры, принадлежащие банкам или другим организациям. Ну, а не частным лицам. То есть частным лицам – это единичные случаи. Это вызывает общественный резонанс и требует такого взвешенного подхода к вопросу выселения, чтобы избежать социальных конфликтов. Более того, Евросоюз и его страны, включая Испанию, придерживаются строгих стандартов в области прав человека. Насильственное выселение без судебного процесса может быть расценено здесь как нарушение вот этих самых стандартов. Выселение должно проводиться в соответствии с принципами гуманности и права на защиту человека. Ну и потом, если полиция выселит людей без суда, без решения суда, это может привести к многочисленным судебным искам против государства, ну и искам против конкретных сотрудников полиции за превышение полномочий и нарушение прав человека. Процедура выселения часто требует времени и определенных таких юридических действий, таких как уведомления, слушания, рассмотрения всех аргументов. Ну это, конечно, может занять, затянуть процесс, но обеспечивает законность и обоснованность решения о выселении. Ну и здесь получается что? Получается то, что необходимость судебного решения для выселения куксов в Испании направлена прежде всего на защиту прав всех участников процесса и соблюдение законности.